Друзья, всем привет! Full HD 30 кадров HDR. Сегодня 22 августа 2024 года. Встал специально немного пораньше. Должен будет сейчас прийти мастер чистить диван. Надо будет нам это все постельное с него убрать, выдвинуть, и он будет полностью специальными средствами его чистить. Меня-то, в общем-то, все устраивало, но свет говорит грязный, не могу смотреть, что он грязный, не знаю. Потом следующее. Нужно будет собрать вот этот вот палас и выкинуть на помойку. То же самое. Говорит, не могу на него смотреть. Страшный, грязный. Ну, понятно, что, конечно, не идеальный, но ему года еще нет. Но ее полностью не устраивает. Говорит, давай его выкинем. Ну, уже купили новый. Вот новый палас. Взяли на Валберес за 4,5 тысячи. Абсолютно такого же размера, только немного другого качества. Он более такой нежный и приятный. Прям приятный-приятный, знаете, как мягкая игрушка. Вот есть такие мягкие, прикольные. И он сам поролоновый. Леденький-леденький вообще. На такой паласик. Потом постелем. Когда мастер все уберет постелем. Ну и к самому главному, к самому главному, друзья, я снова решил проводить стримы с ноутбука. А как ты заебал, а? И уже купил микрофон для этого дела. Fifine K670. Полностью металлический, тяжелый, хороший. Уже тестировал. Звук просто будет замечательный, отменный. Небольшой тест микрофона K670. Примерно так вы будете слышать меня на стриме. Стоит он на том же самом расстоянии, как и будет на стриме. Но он очень чувствительный. И мне кажется, будет перегруз. Давайте попробуем покрутить немножко. Сейчас поставим его наполовину. Вот, скорее всего, вот так будет лучше. Но это я еще настрою. Все подстраивается. Хорошо, что крутилочка есть прямо рядом. Потом, смотрите, вот горит. У него синий огонечек. Не знаю, там было видно, нет. У него была модель помладше, но там не было светодиода. И сделал немножко похуже. Кабель не съемный. Здесь даже если с кабелем что-то случится, его можно будет в любой момент заменить. Но вот как-то так. Взял на Авито за полторы тысячи. Новый стоит гораздо дороже. Ну, в принципе, это тоже в идеальном состоянии. Поэтому все нормально. Камеру я взял такую же, как и была. Logitech Brio 4K. Она меня полностью устраивает. Широкоугольная. Качество обалденное. Кто смотрел мои стримы год назад, тот знает, как она показывает. В общем-то, там все отлично. Камеру взял абсолютно новую за 13 тысяч. Не стал рисковать. Потому что камера это такое дело. У нее подвижная оптика. И если ее бывший владелец, не дай бог, хранял, то у нее может быть сбитый автофокус. Думаю, лучше я переплачу немного. Да, тем более, бывушка от 10 тысяч начинается. Думаю, эти 3 тысячи. Но зато уже быть уверенным. Ну и самое главное. Ноутбук. Решил все-таки брать ноутбук на Windows. Да, я мечтал о макбуке. Но так все взвесил. И думаю, нет. У меня все пацаны на винде. Пацаны вообще, ребята. И в случае чего мне даже помочь будет некому. Я свои проблемы останусь один на один. А так мне хотя бы... Тем более сейчас вот эта блокировка YouTube и все такое. Какие-то обходные пути надо будет искать. Так я в этом полный дундук. А так мне хотя бы пацаны что-то смогут помочь, подсказать. Да и потом у макбука все-таки самая большая диагональ 16 дюймов. А мне хотелось бы побольше. Я купил 17. 17,3 даже. Ну и плюс ноут еще в два раза мощнее. Хотя для меня это вообще не показатель. Мне бы и макбука за глаза хватило. Для моих-то задач. Что, мне только отстримить? Два-три раза в месяц отстримить и убрать. У меня такой сценарий. Постримил, убрал. Все. Я не пользуюсь, ребята, этими ноутбуками. Макбуками мне нахрен не надо. Поэтому им зачем? По характеристикам. i7 12 поколения. Карточка RTX 3060 на 6 гигабайт. Память 32 гигабайта оперативной. И терабайт SSD. Ну и самое главное. Это экран. Для меня это было принципиально. Что был самый большой. Вот 17,3 дюйма. И 2К. Просто который у меня до этого был. Они практически все идут Full HD. Меня абсолютно это не устраивает. Этот 2К будет картинка. Ну я буду смотреть. Меня она хотя бы будет радовать. Я вам сейчас вставлю вставочку. Посмотрите, как он выглядит. Но там будет только на i9. Все остальные характеристики такие же. Абсолютно так же выглядят. Все остальные характеристики такие же. Единственное, что там будут говорить про i9. Ну у меня вот i7 12 минут. И этого просто выше крыши. Кто там будет говорить, что ой, там он уже это. Ребят, какого нахер. Он у меня будет основное время лежать. Постримил джесс-стримов. Тем более я не стримлю игры. Уж для таких-то задач там вот эти характеристики просто выше крыши. Смотрите. Mac and ike F117-7P. И покупатели оценили его аж на 5 звезд. Не просто так. За 115 тысяч рублей нам предлагают 32 гига оперативки, 20-поточный процессор от Intel, RTX 3060 и шикарный дисплей диагональю 17 дюймов. Купил тоже на Авито, но он в идеальном состоянии. Мало пользовались. И обошелся он мне с доставкой, ну около 80 тысяч. Там под 80, почти 79. На данный момент камера уже в пути. А ноутбук вот я оплатил, естественно. Но вот жду отправки. То есть у меня все оплачено. Осталось только дождаться, настроиться. И начать стримить по-человечески. Чтобы вы могли и музыку заказывать, и, как говорится, и песни, и все остальное. А что вот это с телефона все равно неудобно? Ну, телефон я в любом случае оставлю. Может, для каких-то других задач. А да, глянем, что у нас там вообще за окном. Время 7 часов утра. Еще рано. У меня Игра Престолов, как всегда, конечно же. Ничего не свет не включил, не подготовился. Только проснулся. А что мне сейчас мастер придет? Ну, классная погодка. Тихо. Мне очень нравится. А, да, ребята. Мы сегодня с вами пойдем в крафт. Сегодня четверг. Подготовительный день. Завтра стрим. Сходим в крафт. Возьмем пивка разливного, самого крепкого. Ну, и что-нибудь пожрать. Пока не знаю, что именно еще буду готовить. Наверное, все-таки покрутим на вертеле курицу. Все-таки курица мне нравится больше всего, как получается на вертеле. Что только не пробовал. И шашлыки, и рульки, и картошку, и запекал, и все подряд. Нет. Кроме курицы мне ничего не понравилось. На вертеле самый ништяк – это курица целиком. В общем, покрутим. Завтра. Завтра, в пятницу, так вот, оно носит к вам сразу. Планируем провести стрим. Пока с телефона. На следующей неделе, надеюсь, что уже будем с ноута. Досмотрел сиквел «Игры престолов», типа продолжения. «Дом драконов». Обалденный фильм, мне понравился. Но не сразу. Зацепил меня не сразу. Примерно где-то на втором сезоне я прям уже тоже так проникся, прочувствовался классно. Короче, ребят, не будем терять время. Сейчас уже мастер должен прийти, а мне еще надо все дела сделать. Давай, на ускорий режим включаю. И поехали. Ну все. Мастер уже чистил диван. Я собрал посылку, надо бы сейчас сходить на почту. Отправим наушники, не сказал человеку. Вот. Все, работа в полном ходе. В полном ходе мы ждем. Погнали. Это, наверное, только мы можем ковры не чистить, а выбрасывать. Хороший ковер. Ни разу не чистили. Года нету. Миллионерша, блядь, говорит, выкидывай, не хочу. А все взяла такое же. Ладно, хвост. Все, идем отправлять посылку. По поводу ноутбука хотел еще сказать. Мало того, что он 2К высокого разрешения, так еще там 165 Гц. Ну, то есть он как игровой позиционируется. Вчера Елисей опять мне задонатил 100 рублей, просил передать привет. Елисей, передаю тебе привет. Я уже реально не знаю, на каком языке тебе еще объяснить. Прекращай это делать. Но вообще хочу сказать, ты молодец. Продолжай снимать дальше свои ролики. Влоги у тебя неплохо получаются. Особенно, когда ты у меня сценарий слизываешь. Блюзей всем привет. Я за доможданного рубля поеду на Арбате. Я только проснулся. Время 8.30 примерно. Сегодня 28 января 2020 года. Голова шумит, ничего не понимаю. Давай попьем какао. Ну вот и все, какао почти готов. Ладно, болтать пока некогда. Надо постелить все диваны, все кровати. Давайте этим мы займемся. Я говорю, олегон на минималках. Прикольно. Мукбанги тоже неплохие, но там надо еще поработать. Во-первых, ты камеру переверни, а то она у тебя зеркалится. Во-вторых, делай подлиннее. Да и качество хреновое. Я не знаю, что за телефон у тебя такой. Но ничего, главное было бы желание. Все остальное опытный берешься. Прикинь, пацаны, я, короче, по зоопарке в домашних тапках. Блин, упиздошил. Вообще, просто башка кругом. И съемка, и диван тут, блядь. Ну, шел в домашних тапках, как придурок теперь тут. Сейчас за сигаретами и все, домой. Субтитры сделал DimaTorzok Заколебался в этих тапочках. Маленькие камушки попадаются, и идти было больно. Получил еще одну посылку. Давай сразу посмотрим. Знаю, как вы их любите. Наушники, естественно. А что же еще? Наушники. Там еще работают. Вот такие китайские. Есть героглик. Будет скоро распаковочка ваша любимая. Все, диван поочистили. Правда, он пока еще мокрый. Но я все равно его хочу задвинуть. На место его поставлю. И постелю ковер. И пусть он сохнет уже на месте стоит. Какая разница? А постельная, как высохнет, тогда уже постелю. Визуально, в принципе, мало что изменилось. Единственное, что посветлее, конечно, стал палас. Более симпатичный. Но знаете, в чем прикол? Он скользкий, капец. Как на льду по нему ходишь. Он прям скользкий. Вот это нифига себе. То есть можно реально, блядь, подскользнуться. Вот знаете, пледы такие есть. По сути, и есть плед. Только просто пену, я так понимаю, на подошву ему наклеили. Вот снизу. Вот, сейчас покажу. Вот, вот сюда. Пенку. Что-то такой пенный какой-то материал. Чтобы он был немножко так поплотнее. И все. А по сути, это обычный плед. Такой сопливый, скользкий материал. Не, ну, конечно, сидеть-то на нем так прикольно. Плаз. О, лежать теперь классно. Только скользкий, сумка. Ну, ладно. Ништяк. Сижу и думаю. А самое главное, это мы с вами забыли. В крафт не зашли. За пивом. Ладно, завтра схожу. Что-то мутный какой-то этот типок с ноутбуком, блядь. Отвечает какими-то короткими фразами. Да, продаю. Да, авито, доставка я отправлю. Я спрашиваю, а коробка есть, документация? Молчит. Ну, ладно, думаю, короче, я платил. Все, молчит. Я пишу, я оплатил товар. Молчит. Блядь, через полдня отвечает. Все вижу. Что ты, блядь, видишь? Отправишь? Когда? Что? Тишина. Что-то какой-то ебанутый. И вот, считай, время-то уже что? Два часа дня. Он ни хуя еще пока вообще. Признаков жизни не подает. Может, еще с ним ничего и не срастется. Хуй его знает. Хотя я оплатил все. Вчера еще, блядь. Вчера еще оплатил. Днем. Не вчера не отправил, сегодня молчит. Какой-то хуй плет. Ладно, более подробно и детально завтра на стриме поговорим. Ох, ребят, какая красота. Да-да, смотри. На телеке на этом смотреть. Игру престолов, тем более. Ну, блядь. Реально, фильм зацепил. Только теперь третий сезон. Сколько ждать? Не знаю. Вечность, наверное, придется. Но ничего, будем ждать. Но весь посмотрел. Два сезона посмотрел с большим удовольствием. Первый сезон так слабенько, не особо зашел. А вот второй уже прям начал разгоняться. Под конец так заинтриговались, суки. Ну, теперь придется ждать. Делаю уже подъемный планшет. Сейчас чуть не вперся. С этими экспериментами все тестирую. Новую камеру. В новом кодеке. H-265. Ее монтажка не видит моя. Че делать? В результате нашел какой-то передекодер. Перекодировал. Но вот вы видео будете смотреть теперь вот с этим. Андровит внизу. С водяным знаком, короче. Ладно, хоть так. Я думал, все, материал ухана потерял. Что у меня сегодня на обед? Мукбанк, ребятушки. Мукбанк. Вот такой у меня обед на сегодня. Два яичка. Жареные баклажаны. Рис. Майонез. И сарделина. Сарделина, кстати, очень вкусная. Жирная, сочная. Мы в последнее время ее берем. Ем без хлеба. Я на диете. Худею. Ну и небольшими порциями. Вот по чуть-чуть. В принципе. Вчера готовили. Уже ели. Это не первая моя дегустация. Так что я вообще люблю только рис и гречку. Но рис больше. Все остальные крупы я вообще не люблю. Вкусно. Вот так. С вилочкой, с ножичком. Аристократично. Фокуса нету. Но если бы был, то там бы жир прям есть. Жиринки. Сарделька классная. Редко, когда классные козельки, сардельки попадаются. Но это на удивление очень вкусно. Очень сочно. Знаете, что сейчас думаю? Вот если бы было удобно держать планшет во время съемки, можно было бы и на него снимать видос. Качество-то неплохое. Только смотрю не туда. Качество неплохое. Угол широкий. Да? Вообще качество нормальное. Стабилизации, правда, нет. Но я говорю, если бы было удобно. Какой-нибудь, знаешь, монопод. Такой. Трипод или хуйпод, как они там называются. И вообще классно. Звук охерительный. Даже, мне кажется, половчее будет, чем на камере-то. Ну, здесь потому что я дополнительный микрофон комика ВС-09 вставляю. Я вообще раньше на него даже обзоры снимал. Качество огонь. Ха. Круто. Смотри, тут можно перевести же. Классно. Даже не надо самому ничего делать. Вот. Можно и улицу вот показывать. Пожалуйста. Проводочка вам. На этой камере, кстати, есть. Это стабилизация. Раз. На себя перевел. Не надо его вертеть. Кнопочку нажал. Все под рукой. Удобно. Блядь. Вообще все камеры нахер попродавать. И снимать на планшет. Мне прям интересно реально потестировать немного. Вот. Хреновина с Валберес. Прикольная. Букалы. Рис. Смотри, сколько я риса наварил. До хрена и больше. Я люблю сразу наварить на неделю, чтобы потом не мучиться. Все. Вот переключил на этот ракурс. Я говорю, какой-нибудь вот, как они называются, вот эти гимбалы. Хуимбалы вот этот вот, да? Четенько. Ну-ка, пройдемся. Звук точно классный. Потому что этот микрофон я знаю. Тем более, что он у меня еще ушатанный. Я новый проебал. А вот этот у меня, я его постирал. Постирал, он стал чуть похуже работать. Если такой вот микрофон еще и целый был бы. Как-то найти бы его. Не знаю, найду уже, наверное. Вообще, блядь, без проблем. Ну, ребят, ладно. Все, будем закругляться. Давай. Спасибо большое всем за просмотр. Завтра жду всех на стриме. Заранее там затаривайтесь. Пивасиком. Чего вы там пьете? Вискарями. Ну и все. Всем пока.